Жизнь удивительна и совершенно непредсказуема. Когда-то нашего героя отчислили с актерского курса за профнепригодность. Сегодня он суперзвезда российских мюзиклов и обладатель престижных театральных премий. У нас в гостях актер музыкального театра Иван Ожогин. Иван, здравствуйте и спасибо, что вы к нам присоединились. Здравствуйте, рад вас видеть. Да, я тоже. Уже прошло 4 года, это приятно, что мы снова встретились. А кажется, что больше, значит скучали. Еще как. Во многих ваших интервью я заметила, что ведущие, представляя вас той или иной аудиторией, постоянно перечисляют премии, награды ваши, подчеркивают вашу востребованность сегодня. Но мы понимаем прекрасно, что известность это такая величина непостоянная. И у вас, как и у любого нормального артиста и человека, был период, когда график не был расписан на год вперед. Вам этот вопрос никто не задавал, но мне искренне интересно. Никогда ли не возникала вообще сама идея взять, принять участие в популярных телевизионных музыкально-песенных конкурсах? Вы знаете, у актера, у артиста, не хочу говорить, у талантливого, у одаренного или какого-то такого, но у множества артистов есть такая черта, когда нет широкой востребованности, когда совсем нет никакой востребованности. Мы вообще очень часто, очень часто и много сомневаемся в себе, в своих способностях. Не знаю, комплексы это, зажимы, ну комплексы, да, но и черта, не знаю, какого-то думающего, сомневающегося человека, мне кажется, это все-таки присуще людям творческих профессий, не знаю, интеллигенции, сомневаться в себе в первую очередь. Поэтому, когда у меня был период такой, что не было никакой работы в театре, да, я как бы помнил все свои какие-то предыдущие роли, успешные, не менее успешные. Но у меня было ощущение, что я вот, ну нет, сейчас я не готов к тому, чтобы пойти и кому-то, кого-то чем-то удивить. Нужно поработать, нужно позаниматься, нужно куда-то попасть, и вот так вот потихонечку где-то что-то и прорастет, и прорвется. Ну, собственно говоря, практически так и произошло. Ну, не секрет, что и по сей день, да, если мы берем проект «Голос», то туда приходят и готовые артисты в том числе. И я понимаю то, о чем вы говорите, для них это какой-то вызов себе в первую очередь, но интересно ваше мнение, это шаг куда? Не знаю, я не слежу ни за проектом «Голос», так случайно иногда как-то попадаю, я, в принципе, залипчивый человек на телевизор, иногда попадаю и, ну, послушаю, посмотрю, но редко мне приносит что-то положительного какого-то по эмоциям, по ощущению. Я вижу с профессиональной точки зрения качество организации, качество музыкального исполнения оркестра, музыкантов, с точки зрения звукорежиссура, как звук построен, насколько комфортно певцам, более или менее профессиональным выходящим на эту сцену, насколько комфортно им петь, насколько здорово, качественно записан звук, это, ну, такого международного, мирового уровня, скажем, да, организация, но это все, что касается, как устроено шоу. Вообще, я не ходил ни разу на подобного рода шоу, ни на прослушивание, ни на кастинге, ну, один раз был, я приходил на вторую фабрику звезд, спел один куплет, сказать спасибо, всего хорошего, но это к тому же, в общем-то, периоду неуверенности в себе относилось. То есть, у вас трудности замыкают? Я понимаю, нет, не то чтобы замыкают, ну, скажем, ну, остужают попытки как-то где-то в каком-то месте прорваться, то есть, ну, у меня есть, знаю, у меня есть вот в руках профессия, я могу пойти туда, могу пойти сюда, там, когда не было театра, я пел в монастырском и приходском хорах, где-то принимал участие в создании такого хора, и потихонечку, потихоньку, постепенно, это тоже мне дало с профессиональной точки зрения, какие-то навыки строя, пение в ансамбле, хотя я тоже занимаюсь с детства, но, тем не менее, главное попасть к хорошему регенту, к музыкальному, профессиональному и тому, кто душой любит это делать. Как я люблю говорить, старшие ребята во дворе рассказывали, те, которые принимали участие, ходили на кастинги, прослушивались, это такая кузница, кузница нервов, скажем так, нужно несколько часов перед тем, как выйти, собственно говоря, уже там какой-то слепой прослушивание, несколько часов, 10-12, а может и 15 провести вот в общей комнате ожидания, в ожидании того, что дойдет до тебя очередь или не дойдет, и в нужный момент ты не знаешь, когда это произойдет, но тебя вызовут, и вот ты должен показать максимум своих возможностей. Не знаю, я не проходил через это, но мне кажется, это достаточно тяжело. Где-то можно перегореть, где-то можно уже пересомневаться в себе, где-то можно быть наоборот, быть слишком уверенным в себе, а на самом деле по факту выйти не готовым. Тут очень много факторов. А если бы у вас все-таки была возможность выбрать наставника мировой величины, вообще из любых эпох, у кого бы вы реально хотели бы перенять опыт? В первую очередь, наверное, это были бы такие звезды совершенно в разных жанрах, как, ну, допустим, Фредди Меркури, Стиви Вандер обязательно, Ол Джералл, Мечта Рэй Чарльз, да, Элла Фитт-Жеральд. Если брать из классики, из академического пения, это такой певец, звезда мировой оперы, которых давно уже нет, Николай Гедда, потрясающая культура исполнения, звуковедение, фразировка, вообще тембр, ну, это такой мировой уровень, в повороте, да, тоже, о чем там говорить. В разных жанрах, в разных стилях это был бы свой какой-то наставник. Но они так, так они и делают, просто они со мной не общаются впрямую, вербально, но и не могу сказать, что я с ними разговариваю где-то здесь, но через их музыку, через их ощущение фразы, ощущение музыкальной, музыкальной составляющей, того, как они слышат, чувствуют и думают музыкой, вот по этим примерам, по образцам записи или живого исполнения на стадионах, на концертах, я и могу считать их наставниками. А сцена для вас в глобальном смысле что значит? Сцена бывает разная, сцена бывает театр, бывает концерт. Я стараюсь в любом концерте делать мини-театр, мини-спектакль из любого произведения, если оно позволяет, даже если не позволяет, то все равно стараюсь сделать из этого какую-то историю рассказать о чем-то своем или о чем-то о каких-то переживаниях героя, персонажа или того, о ком он поет, о ком он думает. В любом случае это мини-представление. Но что касается театра, конечно, это для меня в первую очередь зеркало жизни, направленное в сторону зрительного зала. Посмотрите, как надо или посмотрите, как не надо. Посмотрите, что вы делаете и подумайте о том, правильно ли вы поступаете, правильно ли то, что происходит вокруг вас. И в концертном исполнении тоже. У меня всегда сверхзадача, сверх-сверх какая-то задача моя внутри себя научить чему-то светлому, хорошему и добрым. Несмотря на отрицательную роль. Да, эта фраза, которую вы также произносите, стараетесь практически в каждом интервью я пытаюсь оправдать своего героя в первую очередь. Да, может быть, да. Вот другими словами это одна из составляющих того, о чем говорим с вами мы. Но все оно ведет к тому, чем более мой герой окажется правдоподобным, настоящим и мотивированным, чем если зритель увидит его мотивацию, тем проще зрителю, слушателю принять на себя а как бы я поступил в такой ситуации и принять для себя какое-то решение. Ну, или не принять решение, но все равно задуматься и куда-то туда заранить зерно. А такой хороший актерский прием частенько вы им пользуетесь в жизни и насколько это делает жизнь проще? Какой? Ставить себя на место другого, пытаться оправдать другого человека. Я всегда стараюсь поставить себя на место другого, особенно когда не понимаю другого человека. Стараюсь мерить своими и не только своими категориями, но в основном своими. Ну, конечно, это ближе. В первую очередь, что приходит на мулах, как я поступлю на этом месте и почему человек делает то, что мне не нравится и почему мне это не нравится и что бы я сделал и как должно быть. Все равно эти мысли вот так роятся, клубятся и какая-то из них выходит на поверхность или не выходит. А детям вы это передаете? Я стараюсь, насколько это возможно. К сожалению, мы сейчас не так часто видимся, но я думаю, что это все временно. К слову, о беге, да, как изменилась жизнь с бегом и я знаю, что позади уже не один десяток километров, уже есть полумарафон. Не одна сотня уже. А учитывая то, что вы человек амбициозный, у вас какие-то амбиции в мире спорта есть? Амбиции достигнуть каких-то результатов, значимых для общества? Нет. Для себя, да. То есть, хотел бы, я ставлю себе в этом году, ну, по крайней мере, ставил цель пробежать марафон. Но как здоровье позволит? Все это, ну, полумарафон еще как бы он такой на грани возможностей обычного человека спортивного не спортивного. Но марафон это уже серьезное-серьезное испытание, которое может, как может помочь исправить. Но в основном больше, наверное, ведет к травмам при неправильном обращении. подготовке, да. А я человек, увлекающийся, все методики, все тренеры говорят, что лучше не до тренироваться, чем пере. Меня сложно остановить. То есть, это марафон? Ну, как Бог даст, да. Но я думаю об этом. У вас в списке творческих амбиций одна, опять же, из пока еще не осуществленных мечт, это исполнить Иисуса Христа во всемирно известной рок-опере. Всегда было интересно, чем вас привлекает личность Христа. Я думаю, что здесь дело не только в музыкальном материале, да? Дело и, конечно, в музыкальном материале, потому что он гениален. Много споров, много... Называли ересью. Называли ересью. Ну, я точно также могу назвать эти обвинения ересью, потому что ничего общего с рок-оперой Иисус Христос суперзваст и с ее идеями, с ее сверхидеями ничего общего эти обвинения не имеют. Неоднозначная фигура, это будет, пожалуй, одна из самых сложных, драматических, если сделать, ролей. Но она... чем сложнее, как я всегда говорю, задача, тем мне интереснее. Но она интересна мне. Почему? Хочется копать в эту сторону. Когда ты работаешь над ролью, ты очень много изучаешь и литературы, и персонажей, и глубже сталкиваешься с этим. я несколько лет служил в церкви, в монастыре, в приходском храме. И эта тема, его жизнь, его житие для меня знакомы понаслышке, но тем не менее я старался всегда разбираться, а почему вот это происходило, а почему вот так, а что тогда произошло, потому что и мнений, и информации по поводу жизни Христа очень большое количество. Разобраться, что соответствует правде, что не соответствует, что не похоже на правду очень сложно, но попытаться можно. Насколько я знаю, исполнитель Христа в фильме, в самом первом, Тед Ниле, он до сих пор поет, ему уже очень много, наверное, сколько, 70 с гаком, но он до сих пор поет, и это совершенно другое исполнение, он поет не голосом, он поет душой, и как будто бы мы смотрим на это, как будто бы он говорит на равных, обращаясь, да, в кефсимании, например, с создателем, тоже интерес, тоже может быть, тоже имеет право на существование в его интерпретации, сколько актеров, столько будет и интерпретации, каждый будет своей публике ближе. Ну, в числе персонажей, которых вам также хотелось бы сыграть, есть и Жан Вальжан? Есть такой персонаж, да, интересный. А почему не Жавейр? Это интересно, что у вас просто такая длинная и хорошая история воплощения отрицательных персонажей. Пускай будет оба. Чем интересен он? С Жавейром более понятная история его мотивации, помимо его исполнения его долга и помимо служебного долга у него есть еще такая навязчивая идея о том, что этот преступник должен сидеть, должен быть наказан. С Жан Вальжаном сложнее. С одной стороны, он преступник, каторжанин и попытка ограбления, вернее, даже удавшаяся, скажем, неудавшаяся, но и вся его жизнь. Ну, это что-то, как я последнее время очень люблю говорить эпично. Эпично. После участия в концерте Ярослава Боярнаса, эпичного, бессовестного концерта. Интересно, сложно, сложно, насыщенно партитуры его жизненных перипетий и событий, происходящих с Жан Вальжаном. Чем сложнее, тем интереснее разобраться в этом. Тот же Виктор Гюго когда-то писал, такая фраза у него есть, что человек в жизни разучивает песню, которую он потом будет петь на небесах. Я знаю, что вы не любите вопросы из этого разряда, но тем не менее, какая песня у вас отзывается настолько, что вам даже хотелось бы, чтобы ваш голос ассоциировали именно с ней? Есть эта песня «Любит, не любит». Есть тоже потрясающая песня из, можно сказать, того же концерта, того же репертуара «Любимая спи». Тоже вот абсолютно одного уровня какого-то космического. Но любит, не любит, все равно стоит почему-то каким-то особняком. Не знаю, почему сливается мой голос, мой организм, мое слышание, видение этой песни, этого потрясающего стихотворения, этой музыки великолепной. Ну, это что-то не от мира сего. Как бы все сливается и она стоит всегда особняком. И в сердцах слушателей и зрителей она тоже всегда имеет стопроцентное попадание. Ну, тем не менее, вопросов было много о любимых исполнителях и книгах. И в числе любимых книг вы называете «Евангелие», что для меня, кстати, было очень приятным удивлением. «Почему Евангелие?» Объясню, чем обусловлен мой вопрос. В 2013 году я об этом прочитала в одном журнале. Студентам журфака дали прочитать Евангелие от Марка. Оно самое простое по изложению. И из десяти студентов справились только трое. И они признались, что даже пробиваясь через тексты этого Евангелия, они все равно ничего не поняли. То есть тексты Евангелия, они в принципе тяжелые даже для людей выцерковленных. И услышать от вас, что это одна из любимейших книг, это было приятно. Ну, прочитав в детстве или уже во взрослом возрасте какие-то упрощенные варианты Евангелия, и понимая, о чем там речь, хочется разобраться уже непосредственно нырнуть поглубже и понять, что же там действительно написано за этими понятными красивыми словами. И как построение фразы, а оно же потрясающе, действительно гениальное, когда оно было переведено на старославянский гораздо позже, тем не менее. И еще интереснее прочитать это еще в оригинале, как это было написано. Не знаю, насколько это возможно, конечно, сложно, но это та марианская впадина, назовем это так, до которой никогда не нырнуть, но пытаться можно, пытаться никто не запрещает. Это интересно, это одна из самых древних книг, и как можно было написать 2000 лет назад, больше, 2000, такую гениально застроенную драматургию того, что происходило, на самом деле, происходило, не происходило, мы, опять же, и что происходило конкретно из этого, что додумано, что не додумано, и могло ли быть такое, пытаться найти объяснение, и при этом все равно безоговорочно верить в то, что там есть, что там оно внутри нас, окружает нас, все равно все это не могло произойти просто так по эволюции, да, эволюция имела место быть, Дарвина никто не отменял, но тем не менее попытаться разобраться в этом и понять хотя бы для себя вот это, пожалуй, одно из самых главных. А вы помните тот момент, когда, ну, вы сказали, что в детстве, да, вы уже знакомились с более простыми версиями, да, и более адаптированными, что ли, текстами, а кто вас знакомил? Это было в семье традиционно, Я помню, что мама. Мама. Традиционно никогда не было, мы не ходили в церковь, мы не были выцерковленными, но мама меня в 10, в 11 лет привела в церковь окрестить. Я, как сейчас помню, почему-то был, ну, мы бедно жили, я был самым нарядом, что у меня было, в пионерской форме, с галстуком. Галстук, наверное, сняли, сейчас не помню, но в 10, в 11 лет, чуть попозже, в 12, может быть, в 11 лет. Нет, наверное, все-таки в 10-11, да. Я был крещённым, а почему мама дала мне почитать эту книгу, приобрела, где-то она мне вот так подсунула, говорит, ну, почитай, что происходило. Очень была популярная песня, до сих пор популярна, спорчала, рыбачила «Апостол Андрей», чуть позже, но мне было интересно, что же там происходило, почему Андрей, почему, что за диалог, и откуда идёт, откуда растут ноги. Десятилетнему мальчику стало интересно, кто такой «Апостол Андрей». Ну, почему, нет, да, я научился играть эту песню на гитаре, непривычный текст, не то, что поют все вокруг, слушал я песни, как бы, музыки много, и классику, и поп, и эстраду, и многое, ну, что было, скажем, что звучало по радио, что было на пластинках, что было на записях. Записей тогда не было, кассет ещё даже тогда, были пластинки, с пластинок всё начиналось. Ну, мне стало интересно, да. Ну, потом, вон оно что, а вон оно как было. И потом начинаешь уже со своим каким-то детским, не детским, осознанием. Как бы, было так, не было. Соотносить, эрцей, замерять факты, сравнивать с окружающей действительностью, и понимать, к чему мы пришли, к чему мы идём, а куда мы вообще движемся, от чего это всё взялось, и насколько это реально. То есть, ну, всё равно эволюция, как ни крути. Пытливый ум. Да. Мне было интересно разобраться, мне не было интересно в школе находиться, поэтому с трудом закончил 9 классов, хотя потом 10-11 экстерном за 3 месяца сдал без троек. А 9 класс я закончил с большим трудом, с вымоленными на коленями тройками. И мне это было неинтересно, мне какие-то вопросы задают. эти вопросы, ну, просто, как это, на ладони. Я просто не знаю, как об этом сказать, что действительно нужно об этом рассказывать. Ну, садись, два. То ли дело постигать, то ли дело постигать, я задумывался, да, как состоит, из чего состоит Вселенная, Галактика. Я вот себе часами лежал и фантазировал, как это вообще можно представить. Земля, Солнце, Галактика, Вселенная. Ну, ничего, вроде бы, с ума не сошёл. По крайней мере, мне так кажется. Ну, на самом деле, одно дело, крещённый человек, да, то есть, все мы в детстве были крещены, а другое дело, вы называете себя верующим человеком. Это разные вещи, да. Ещё верующий и воцерковлённый тоже совершенно разные вещи. А что для вас верующий человек? Верующий человек тот, кто верит. Мы церковлённый, тот, кто ходит в церковь, но можно ходить в церковь и не верить. Ну, или верить во что-то своё, или просто ходить, потому что вот надо ходить. А что вам помогает верить в то, что Бог существует, Бог есть? Ничто не помогает. Просто весь мир вокруг, который нас... Всё равно всегда всё... Чем дальше мы живём, тем больше мы маневрируем на этом лезвии между добром и злом. Так происходит как хорошие вещи, так происходят и плохие вещи. Ну, к сожалению, опять же, не можем мы сказать сейчас больше происходит плохого либо хорошего, потому что, ну, освещать любят у нас более плохие, да, более негативное то, что происходит, это вызывает какой-то эмоциональный отклик от аудитории, от людей, которые сидят у экранов, которые слушают радио. Негатив всегда вызывает больше эмоций. На этом построены и фейковые все новости. Удивить, шокировать чем-то плохим. Что-то хорошее у нас почему-то не вызывает удивления, а должно быть наоборот. поэтому, вы служите, слава богу, по другую сторону баррикад. Я надеюсь. Ну, а теперь вы можете ответить себе на вопрос, что, какая самая важная задача стоит перед артистом? Наверное, даже не самая важная задача, а какая самая большая ответственность лежит на артисте? не научи плохому. Наверное, как-то, если так формулировать, одна из заповедей. Финальный вопрос нашей программы, он звучит всегда одинаково. За что больше всего в жизни, если бы можно было выбрать? Вы благодарны Богу? за жизнь. Как в рекламе. Жизнь прекрасна, как ни крути. Во всех ее проявлениях. Даже в плохом можно находить положительные вещи, вот когда все плохо вокруг. Уже то хорошо, что ты живешь. И то, что ты это чувствуешь. что ты... Ну, всегда нужно быть благодарным за все. К сожалению, мало... Ну, не мало людей, но, наверное, хотелось бы больше, чтобы больше людей также ощущали благодарность. Было бы гораздо спокойнее, что ли, за будущее. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Замечательная беседа. Я желаю вам всех благ во всех начинаниях, во всех ваших проектах. Несите свет и несите добро. Ведь вы имеете дело с самым хрупким инструментом. с душой человека. Я буду стремиться. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok